Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также я богослов по образованию. Мы сегодня с вами поговорим, какое влияние может оказать так называемый садгуру на неокрепшие умы, которые ищут, так скажем, в жизни какую-то мистику, магию, которые хотят стремиться к просветлению и так далее и тому подобное. Тема достаточно важная, потому что информации в интернете очень много, мы можем запутаться, особенно православные люди, которые стремятся в жизни ко спасению. Поэтому я буду исходить из своих богословских знаний. Я училась на кафедре теологии и моей основной религией является православие. Сегодня я воспользуюсь Википедией и прочитаю вам опыт, так скажем, просветления этого садгуру. Как он сам описывает свое просветление, которое он считает как бы самым важным в своей жизни. С точки зрения, еще раз повторюсь, православия. Итак, читаем. «Однажды отправился на холмы, сел на вершине скалы с открытыми глазами. Неожиданно он перестал чувствовать границы тела и ощутил единство со всем, что его окружало. По его словам, он не мог отличить, где он, а где нет. Все вокруг скалы, деревья, землю он воспринимал частью себя. Он думал, что прошло 10-15 минут, но когда он вернулся к своему нормальному состоянию, прошло около 4-5 часов. Уже стемнело. Он не знал, было ли это галлюцинации, но в последующие дни это состояние повторялось и каждый раз оставляло в его состоянии непередаваемого блаженства. Этот эпизод полностью изменил его жизнь. Он принял решение посвятить свою жизнь тому, чтобы разделить этот опыт и постараться дать людям возможность приблизиться к их божественной природе. То есть, по сути говоря, он учит нас какому-то своему пути спасению. Но в чем этот путь спасения заключается, сейчас мы с вами подробно поговорим. Я хочу подчеркнуть, что это страна Индия, откуда он просвещает нас. Это агностик. Он проводит разные практики. Он индийский йогин и мистик. То есть, понимаете, если вы, например, православный человек и слушаете таких, как Садгуру, вы должны понимать, что это вам не на пользу. Но обо всем по порядку. Во-первых, вот этот момент, когда он вошел в некий транс и начал себя воспринимать как часть всего и перестал разделять, где он, где скалы, где вообще что все. Если это взять и с точки зрения критической, как нас учил, например, святитель Игнатий Бринчанинов о наших духовных состояниях, как мы к ним должны подходить очень-очень осознанно и с точки зрения критической рассматривать эти состояния. Само по себе состояние блаженства, о котором также пишут и наши святые отцы, оно не связано с тем, чтобы перестать чувствовать себя. Оно, наоборот, нас отрезвляет к тому, чтобы видеть себя таким, какой ты есть. Со всеми составляющими, так скажем, да, со своей греховностью, с тем, какой ты есть, да, вот, позволяя в свою жизнь впустить Бога, к тому, чтобы он нам помог измениться, спастись и любить других, да. То есть с точки зрения православия такой духовный опыт называется духовная прелесть. Именно духовная прелесть. Когда ты вообще перестаешь чувствовать себя и растворяешься. Я ещё, как человек, который специализируется по нарциссам и зная такое понятие, как расширение нарцисса, то есть вот, например, для нарцисса не существует отдельное «я» и отдельное другого. Все люди, с которыми встречается нарцисс, это является его расширением. Кстати, я очень часто сравнивала НРЛ с духовной прелестью, как раз о которой пишет святитель Игнатий Брянчанинов очень много. О прещенных людях, которые вот как раз пребывают в странных состояниях. Поэтому вот такое вот растворение в природе, и когда ты перестаёшь чувствовать, где я, где другой и так далее и тому подобное, это, простите меня, очень сильно похоже на духовную прелесть и на НРЛ, когда ты не чувствуешь отдельно личность другого и свою личность. Потому что, простите меня, мы состоим в обществе, где есть разные личности, и сам по себе Бог — это тоже личность. Это не природа, это не окружающий мир, это личность, с которой у нас есть взаимоотношения, какие бы то ни были. В идеале мы к Богу приходим со смирением, понимая, как мы грешны, мы каемся перед Богом, мы получаем от Бога, допустим, прощение, и мы меняемся к лучшему через труд, через подвиг и так далее и тому подобное. Поэтому, если вы просто посидели в отключке, это не значит, что вы приблизились к Богу. Чем опасны такие состояния для православного человека? Практики йоги и вот всех вот этих вот культур, которые на самом деле от нас очень далеки, и к которым мы можем иметь поверхностные отношения, но если вы будете углубляться, то какие будут последствия? Здесь и разные галлюцинации, и психические расстройства, и ещё раз повторюсь, духовная прелесть, в которой вы чувствуете, что вы блаженны, вы в каких-то странных состояниях, но при этом, при всём, вы очень далеки от Бога, от нашего православного понятия о Боге. Почему мы должны очень критично относиться ко всякому слову человека, который считает себя блаженным? Да просто потому, что если человек сам в духовной прелести, то к чему он приведёт своих последователей? Подумайте, пожалуйста, перед тем, как углубляться в подобные чтения книг, практикам и так далее и тому подобное. Потому что вот, допустим, даже на моей практике с клиентами, с которыми я сталкиваюсь, очень многие прельщаются разными учениями, и потом очень долго пытаются вообще выйти из этих состояний, когда у тебя появляются галлюцинации слуховые или образные, да, и ты думаешь, что ты спасаешься, а на самом деле ты морально погибаешь. Ко всему прочему нельзя отрицать ещё тот факт, что очень часто люди, используя красивые слова, могут быть просто инфо-цыганами и, грубо говоря, зарабатывать на вас деньги, считая себя просветлёнными. Потому что если ты позиционируешь себя как одухотворённый человек, да, то люди, которые, например, в сложной ситуации, в каких-то поисках себя, часто в кризисных ситуациях, да, хотят получить очень быстрого совета, не прикладывая усилий, и получить более качественную жизнь при этом. Так вот я вам скажу, что никакой качественной жизни по Богу не бывает без труда. И никакие красивые слова и красивые практики не заменяют труд. Поэтому всё, что даётся даром через какое-то единоразовое просветление, в конечном итоге порождает очень большие тяжёлые психические расстройства. Это магическое мышление, это когда вы ищете какой-то короткий путь к успеху, это тогда, когда вас очень легко обмануть и так далее и тому подобное. Поэтому наше критическое мышление – это наш спасательный круг по жизни, когда вы критически относитесь к себе и к другим, и когда вы пытаетесь различать, где правда, где ложь. Поэтому я призываю очень аккуратно относиться к разным вот таким вот восточным учениям и к восточным мудрецам. Вы, конечно, можете, если вы человек критичный, прочитать, например, книгу, посмотреть какое-то интервью и оттуда критически достать для себя что-то полезное. Потому что, с другой стороны, мы не должны полностью закрываться от всего мира, от потока информации, но мы должны вычерпывать для себя что-то полезное, именно пропуская через критический ум. Поэтому если вы умеете критически подходить к информации и доставать для себя что-то полезное, пожалуйста, изучайте, можете читать что-то. Если у вас не окрепший ум, то вам это будет во вред вашей душе. Поэтому я призываю к тому, чтобы быть осторожнее с популярными, духовными вот такими вот мудрецами. Сейчас, ещё вот буквально час назад вышло интервью. У Ксении Собчак с этим человеком очень ярко и красочно, так скажем, описывает нашу вообще ситуацию в стране, когда мы как будто в какой-то полутьме бредём и ищем спасение и готовы ухватиться за любую палочку, где нам хотя бы что-то скажут вразумительное. Потому что так много лжи, так много страданий, что хочется зацепиться за что-то, найти какую-то опору. Но вы её должны искать, во-первых, в себе, во-вторых, в Боге, который есть Личность, а не просто растворяться во всей природе, во всей Вселенной и пребывать в каких-то трансовых состояниях, похожих на наркотические. Спасибо, мои дорогие! Берегите себя!